Бронзовый матч на центральном ковре. Делаю вид, что разбираюсь в борьбе, как обычно я, Алексей Беляев. Ну как делаю вид, что разбираюсь? Делаю вид, что говорю. Ладно, чё это я себе так. Схватка за третье место на центральном ковре. Владимир Блюм, Артур Старханов. Абсолютная весовая категория в дивизионе экспертов. Вот. Владимир Блюм, это тот, что покрупнее. Артур Старханов. Парень с красным поясом. Оба атлеты заряжены. Ещё бы. Это последняя возможность выиграть 20 тысяч рублей, если вы не в курсе. В обоих абсолютных весовых категориях сегодня в чемпионате, в обоих абсолютных весовых категориях, да, их две, в ги и в ноу-ги, и разыгрываются денежные призы. Первое место 100 тысяч рублей, второе место 30 тысяч рублей и 20 тысяч рублей за третье место. И если в следующем матче мы узнаем, кто же получит 100, а кто получит 30, то по окончании этой схватки мы точно будем знать, кому вручат купон на 20 тысяч рублей. Артур Старханов сейчас внизу в закрытом гарде. Владимир Блюм работает сверху. Ребята встречаются не первый раз в абсолютках. Если вы посмотрите архивы видео схваток на нашем YouTube-канале или в нашем ВК-сообществе Бержефрикс, наберете у Старханов Блюм, наверняка найдете пару матчей. Все они были интересными. Все. Я, правда, помню только один, но наверняка и предыдущие, если они были, тоже были интересными. Закручивается Матрикс за Артур Старханов. Будет ловить рычаг колена и комбинировать его с футлоком, той-холдом. И, скорее всего, будет делать ставку все же на той-холд. Владимир Блюм сверху в достаточно неплохой позиции для тяжа, для того, чтобы отсюда стартовать проход давлением. А Владимир Блюм, если он не в курсе, все-таки тяжеловес. Артур Старханов обычно выступает в категории 85, но в этот раз, по-моему, 92 килограмма. Выступал он в дивизионе Мастерс. Разница в возрасте, кстати, между этими атлетами также присутствует. Владимиру 19. Вот сколько Артуру я сейчас точно сказать не могу. Но он уж точно мальчик взрослый, совершеннолетний. Обремененный семьей и своей академией, филиалом команды Moscow Jiu-Jitsu. Аккуратненько Владимир работает на раскатывании хавгарда. Уже перешел в четверть гарда. А там уже и до маунта рукой подать, как говорится. При этом его плечи на уровне головы Артура Старханова. Но пока я это все рассказывал, позиция резко изменилась. Сингл-экс-гард, Артур Старханов снизу, Владимир Блюм сверху. На табло 0-0, 3 минуты до конца матча. Матчи в абсолютной весовой категории длятся 6 минут. Вот ко мне тут рядом подсел Андрей Самков, прижимается что-то. Наверное, что-то хочешь сказать, да, Андрей? Я единственное, что хочу сказать, что сегодня все спортсмены, которые борются в абсолютной весовой категории, это мои герои, потому что они проборолись вес, сейчас борются в абсолютке, сейчас время 21.00. То есть я просто восхищаюсь этой волей к победе. Все, что хотел сказать. Да, надо представить, что большинство из них еще бороться в абсолютной весовой категории науги. Это черт его знает, во сколько мы закончим. Уже люди из зала уходят, остаются только друзья и родственники выступающих. А тем временем Владимир Блюм проходит гард, занимает позицию сайт-контроль, получает три вала. И это за 2 минуты до окончания раунда. Учитывая разницу в весе у спортсменов, выбраться из-под Владимира Блюма будет сложно. И да, рефери очевидно добавят еще один балл, то есть актив за раскатанный хавгард. Не буду сейчас объяснять нюансы этих правил. Если что, то можете посмотреть по тегу bgf.ruz на фриксах, либо в ютубе bgf.ruz на русском языке. Как раз переведен этот момент. Продолжается схватка. Чуть меньше двух минут до завершения. Счет 4-0 в пользу Владимира Блюма. Он переходит в маунт. Я вообще удивляюсь, честно говоря, не первый раз вижу, как у Володи это работает. Просто такой бум, нагло, мощно, вот так вот напористо перейти в маунт. Прямо такой размашистым движением, такой дугой. Итого 8-0, полторы минуты до конца матча. А вот теперь свали эту гору вот с себя. Я бы, наверное, не решился. Сколько калорий потеряет Артур Старханов в попытке выбираться из-под богатыря из команды Гаджира Тим. Или, опять же, как сегодня модно говорить на нынешнем ивенте Горилла Тайм. Владимир Блюм. Ловит руку. И что, неужели вот сработает та штука, которую он сегодня уже несколько раз использовал, и которой выиграл недавний Гранд Слэм буквально на прошлой неделе у Американо из маунта. Нет, не получилось. Но удивительная штукенция. Американо из маунта прекрасно работают у тяжей. И что, это будет еще один проход Гарда. Еще 3 балла. Итого 11-0. 13-0. Господи, 13-0. 30 секунд до конца матча. Стоит ли и можно ли уже считать, что матч закончен в пользу Владимира Блюма. Отыграть 13 баллов за 20 секунд практически нереально. И снова маунт. Маунт. И Володя получает только адвентаж за этот маунт. Переворачиваясь сам в закрытый гард. Ну, дабы долежать эти 7 секунд. Отдышаться и не напрягаться, не терять калории в пустоту. Реденькие, хиленькие, но искренние аплодисменты со зрительских трибун звучат в адрес спортсменов. Ну, так уж получается, что все самое интересное, а это, как правило, финалы, абсолютная весовая категория, проходит тогда, когда в зале становится тихо, в зале пусто. Ну, и вы же знаете, если вы были хоть раз на соревнованиях по джиу-джитсу, самый приток и самая массовость на зрительских трибунах – это то время, когда борются дети. Вот здесь тогда чума. Крики, визги, сопли, слезы и не только от детей.